Сейчас по городу Лабытнанге в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 1139 единиц, большая часть индивидуальных предпринимателей. Сферы деятельности самые разные. Светлана Кель познакомилась с некоторыми из них. Предлагаю вашему вниманию специальный репортаж, посвященный Дню предпринимательства. Бизнес в сфере услуг – лучшая идея для заработка, решила Алена Едопёкина. Её желание начать своё дело поддержал и разделил супруг. Заработанных в складчину денег семье хватило на открытие в центре города магазина тканей и швейной фурнитуры. Магазин тканей не может существовать без ателье, потому что потребность населения сейчас у нас в услугах очень большая. Мы и шьём, и ремонты девочки производят. Поэтому как ателье без нас, так и мы без ателье. Мы вместе. Вот так вместе рука об руку, магазин и ателье работают восьмой год подряд. Этим тандемом умело руководит Алена. На ней практически всё – бухгалтерия, финансы, заказы, закупки, оформление торгового зала, общение с клиентами. В работе надёжный друг, помощник и непосредственный руководитель в одном лице – супруг Михаил Недопёкин. На мне больше лежит тяжёлая артиллерия – доставка товара, вагоны, развозить, если чё, кому-то. Так всё финансово и супруга занимается. Нередки случай, когда хобби становится бизнесом. Алена Недопёкина всегда любила шить. Да что говорить, в своё время она работала в ателье. Кстати, несмотря на административную должность, краите шить она не перестала. Да и швейная машинка в торговом зале стоит вовсе не для антуража. Так как моя деятельность всё равно связана с тканями, то без того, чтобы не пошить, хотя бы полчасика в день, я не могу. Это уже привычка настолько, что где-то приходит покупатель быстренько полотенчика подстрочить. А вот сегодня будет готово, а вот через сколько будет готово. Или какую-то шторку, или ещё что-то. Потому что у девчонок иногда бывает такой завал, что расписан на две недели вперёд. И поэтому, конечно, стараемся никому не отказывать и всё делать ещё и здесь, на месте, в магазине. В ателье у мастеров работы действительно хватает. Девчонки шьют с утра до вечера. Недавно поступил крупный заказ на кадетскую форму. Плюс ежедневно отшивают до сотни защитных масок. За полтора месяца они сшили их более 15 тысяч. Так что в условиях бушующей пандемии семейный бизнес Недопёкиных не пошатнулся. Более того, Алёна и её супруг всерьёз задумались об открытии ещё одного магазина и швейной мастерской. Каждый мастер, независимый от профессии, он, наверное, мечтает когда-то обособиться и начать своё дело. То есть быть самостоятельным на рынке услуг и всего прочего. Это глобальная мечта, которая перерастает большое дело всей жизни. Три года назад Елена Гусейнова сделала первый шаг к большой мечте. Открыла парикмахерский салон. Стартового капитала хватило на аренду помещения, закупку оборудования и всевозможных красителей. Елена в индустрии красоты работает много лет, так что с наработанной клиентской базой проблем не было. Бизнес пошёл в гору. Стал приносить не только деньги, но прежде всего удовольствие от работы на саму себя. Пандемия жёстко ударила по бизнесу. Как и множество предприятий сферы услуг, точка красоты закрылась на карантин. Полтора месяца простоя – убытки для бизнеса. Финансовая помощь от государства из минуса не вывела. С послаблением режима жизнь в бьюти-сфере начала играть яркими красками. Все поздравляли нас, причём поздравляли сразу после речи губернатора. Начались телефонные звонки, смс-ки. Клиенты наши все очень радовались. Мастера тем более. Мы чуть ли не с салютами там всё встречали первый рабочий день. Все подходили к нему ответственно, готовились, чтобы всё было по основателям, по правилам, по требованиям. Сегодня салон красоты работает по новым правилам. Никакого ожидания с перелистыванием глянцевых журналов, Никакой стрижки на сухие волосы, обязательный антураж – перчатки и маска, причём и для клиента, и для мастера. К таким условиям точка красоты уже привыкла. Ароматы свежеиспечённой выпечки ощущаются даже на улице. Магазин «Булки деликатесы» готовится к встрече со своими покупателями. В условиях самоизоляции руководство поменяло подход к работе. Если лабытнанцы не идут за вкусностями, значит вкусности им доставят до двери. Кроме того, вниманием и заботой здесь окружили и героев сегодняшнего дня. Это повсеместно сейчас. Сейчас много волонтёров. Все стараются друг другу помогать. Но мы в том числе решили внести небольшой вклад в общее дело. Такой небольшой знак внимания именно тем смелым, кто вынужден работать в такое непростое время. В это непростое время магазин «Булки деликатесы» уверенно держится на плаву, приносит доход, помогает людям. Основатель бизнеса Дмитрий Белобровский длительное время находится в рабочей командировке. Его команда добросовестно продолжает начатое им дело. Благодаря тому, что основатели именно не ленились, трудились 24 на 7, сейчас они уже могут расслабиться, наблюдать, зная, что себе в замену именно надёжные партнёры стоят плечом к плечу. Каждый выполняет своё дело ответственно. На витринах магазина свыше трёхсот наименований товара и выпечки. Казалось бы, на небольшой торговой площади представлена вся карта мира. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Эстония, Россия – это лишь малая часть стран-поставщиков. За вкус и качество продукта здесь ручаются. Сложно рекомендовать то, чего не знаешь, поэтому одна из наших практических обязанностей – это знание, во-первых, состава, во-вторых, вкуса, в-третьих, ну и какой-то производитель. К примеру, я могу порекомендовать коломенскую молочную продукцию. Действительно, это и полезно, и вкусно, и натурально. В первую очередь об этом говорит короткий срок годности. Ну и вкус действительно на высоте. За год работы булки-деликатесы нашли своего покупателя, причем не только в Лабытнанге, но и на соседнем берегу. Так что бизнес развивается. Бизнес идет в гору. Я не могу, я смотрю на эти цветы, как будто эти цветы смотрят на меня и говорят, что ты должен быть, находиться с нами. Без меня, без, допустим, я не могу сидеть, смотреть на них, как они мне просят, чтобы я помогал им. Я постоянно, каждый день своим флористам учу, как надо делать, как надо разговаривать с этими цветами. Они тоже живые цветы, они тоже понимают. Будет цель, найдутся и ресурсы. Такого принципа придерживается Рошад Алиев. Он всегда мечтал о цветочном бизнесе. Деньги на его открытие заработал на продаже продуктов питания. Десяти миллионов хватило на строительство магазина. Поначалу выстроил первый этаж, спустя время появился и второй. Сегодня Рошад считает себя преуспевающим предпринимателем. При этом он всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Если мы дадим руку поддержке когда-нибудь, и нам тоже поддержат. Ну, понимаете, Всевышний создал этот мир так, что нам надо идти помогать всегда. Помогать – это хорошо, помогать – это добро. Лабытнанский предприниматель не ждет, когда его попросят о помощи. Он сам ищет людей, кому нужна его поддержка. О своем благом желании Рошад Алиев заявил волонтерам Победы. Совместно был сформирован список ветеранов, и он лично поздравил их с юбилеем Великой Победы. В качестве благодарности подготовил для пенсионеров продуктовые наборы, ну и, конечно же, цветы. Это не разовая акция, говорит местный меценат. Подобные визиты станут доброй традицией. В условиях пандемии у малого бизнеса не самые лучшие времена. Доходы от продажи упали на 30%. Но Рошад Алиев не отчаивается, ищет новые подходы и решения в цветочном деле. Стоит отметить, что лабытнанские предприниматели с оптимизмом смотрят в будущее. Сообща, удастся противостоять китайскому вирусу. И тогда у малого бизнеса откроются новые горизонты и перспективы. Ведь не зря говорят – дорогу осилит идущий. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Продолжение следует...